Спортсмены постепенно входят в тренировочный процесс. В подразделении школы «Сибирские медведи» в районе Олимпияха открыли новый сезон. Первыми к занятиям приступили футболисты. Это четыре группы. Их тренер Сергей Матюк уже начал подготовку ребят к предстоящим соревнованиям. На первой тренировке будущих звезд мирового футбола побывала наша съемочная группа. Этого дружеского рукопожатия воспитанники тренера Сергея Матюка ждали все лето. Прежде чем броситься в бой, футболисты разминаются. Постепенное увеличение нагрузки позволит уберечь мышцы от травм, а телу привыкнуть к активной работе. Легких тренировок наставник не обещает. Оно и понятно. Его команда – фаворит всех юношеских соревнований. Было время, вспоминает тренер, когда за три дня выездных игр его команде забили 98 голов. Это поражение стало толчком для перезагрузки. И спустя годы усиленных тренировок сделали команду грозным соперником. Через три года они стали с восьми команд в «Газпроме Ямбурге». Мы участвовали, стали с восьми команд третьими. Третье место заняли. На следующий год мы тоже в этом же «Ямбурге», в «Газпроме Добыча Ямбург» участвовали. Шести команд взяли второе. Два года подряд на Куба губернатора в Таркасале занимали первые места. Бить по мячу, при этом попадая в ворота, мало. Хорошей команде необходимо уметь применять тактические навыки и стратегические хитрости. Этому ребят учит тренер. Его методика состоит из множества компонентов. И если теоретические знания он получает из специальной литературы, то техника игры ежедневно отрабатывается на поле. Для команды дают дружность, сплощенность, чуть-чуть мастерства обучаются, чему-то учатся. Даже если проигрывают, они смотрят на другие команды, как правильно играть. В секции мини-футбола в районе Лимбияха 50 спортсменов. Но наряду с футболистами в школе востребованы и другие отделения. На данный момент, на 1 сентября, у нас функционируют 5 спортивных отделений. Из них это мини-футбол, тайский бокс, прыжки на акробатической дорожке, лыжные гонки и для населения мы проводим фитнес. Вот, значит, детей приглашаем принять, прийти, заниматься, активно участвовать во всех наших тренировочных занятиях, чтобы потом успешно выступать. Впереди у воспитанников спортивной школы череда соревнований, и каждый из них требует серьезной подготовки. Наталья Худяева, Юлия Волоснова, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».